Приветствую вас, Елена. Мне, кстати, интересно, почему вы называете себя Леной, а не Еленой в чате, на форуме, да? Потому что Лена все-таки это, как будто бы, неуважительная, пренебрежительная, преуменьшительная название себя, своего имена. Ну, мои коллеги, они, конечно, правильно сказали вам насчет того, что нужно себя любить больше мужчины, вот, правда, есть, конечно, здесь проблема, но заключается в том, что слишком это не определенная история, что такое любит себя больше, чем кого-либо. И, на мой взгляд, здесь важно понять, что для вас симпатия. То есть вы говорите, что, давайте пойдем с конца, с конца мы пойдем. Вы говорите, мужчина, которым не нравится, не обращает на меня внимания, там, при мне общается с другими девочками, вообще-то говоря, на серьезные отношения не настроен. Ну, первое, да, для чего вам серьезные отношения? То есть вы хотите быть мужчиной или серьезные отношения? Самое здоровье делается, что вы хотите быть человеком, и там уже неизвестно, какие отношения будут. Или вы хотите серьезных, серьезных отношений, в которых вы будете себя чувствовать определенным образом. Ну, каким-то образом. Это первое. Второе. По какой причине вы не безразличны и вы бегаете за ним? Опять же, если вам нравится человек, вы можете сделать его счастливым. и вы делаете его счастливым, то вряд ли нужно за ним бегать. Ну, вряд ли. Вы просто делаете то, что в ваших силах, и, собственно говоря, все на этом. Все на этом, от слова совсем. Все. Ну, тут вы вроде как говорите о том, что, ну, вот, я за ним бегу. Ну, волей-неволей хочется, хочется вас спросить. Так, а что такого важного в этом молодом человеке для вас, что вы за ним бегаете? Что-то, что такого важного, что такого ценного, что такого необходимого для вас в этом мужчине? Тем более, что он вам пока просто понравился, и он вам ничего не обещал. А вы уже за ним бегаете. Дальше. Вы говорите, а, значит, пять месяцев мне никто не нравился. Ну, имеется в виду, из мужчин пять месяцев мне никто не нравился. Потом в одной компании мне понравился мужчина. Что это значит в одной компании понравился? О чем вы говорите? Говорите. Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду под понравился? Я хочу вас, собственно говоря, понять. Потому что пока что мне, мягко говоря, не ясно, как обстоят дела. Ну, если мужчине понравился, вы начинаете за ним бегать. Если вам мужчина, если вам что-то нравится, вы начинаете за ним бегать, то я, конечно, прошу меня простить за, может быть, не за всем приятные вещи, которые я могу сказать. Но если так, то это больше напоминает, знаете, что? Это больше напоминает... В... У... А... Страх, что-то больше напоминает. Страх, что-то больше напоминает... Ам... А... Знаете? Какую-то вот... Такую... Вот... Потребность... Чтоли? в, ну, в человеку, я не думаю, что это хорошо, но им, именно вот, для вас, понимаете? Вот, я так не думаю, что для вас это здорово, вот, так что здесь надо определить, что, что вы искали в молодом человек, что вам нужно, вот, чем он вам понравился? Имеете ли вы в виду, что он вам понравился, в том плане, что вы хотели для него что-то делать? Или вы имели в виду что-то другое, вы имели в виду, например, допустим, допустим, вы имели в виду что-то другое, например, вы имели в виду что вам захотелось Получить, что-то для себя, в этой ситуации. Ну, нет, так или иначе, кажется, всем важным, данным моментом, как-никак, это все-таки то, что напрямую касается вас. Как-никак, это то, что вас волнует, да? Хорошо, хорошо, хорошо. В следующий момент, в следующий момент, заключается в том, в следующий момент, что вы расстаетесь со своим паром, вы расстаетесь со своим мужчиной, мужчиной, и, соответственно, вам, вам, обратно говоря, это переживается в два остаточной степени тяжело. Важно понять, что именно здесь для вас тяжело. Важно понять, что именно вам трудно, для чего, опять же, это нужно, чтобы понимать, что с вами происходит, чтобы понимать, какие чувства вы испытываете, чтобы понимать, что вас волнует. Потому что, как раз таки, вот, по качеству, ну, не очень, вообще-то, пора. Понял. Я вас сейчас не обвиняю, я не пытаюсь вас обвинять. Я говорю просто, скорее, скорее, по факту, говорю вам, что происходит. Совершенно очевидно, что в той или иную степень вас это ситуация с молодым человеком, ну, могла как-то стравмировать, если она вас стравмировала, то лучше будет, если вы не разберетесь, лучше будет, если вы разберетесь в том, как, возможно, изменились ваше представление о себе, о расставании, может быть, вы стали подумать о себе гораздо хуже, чем думали раньше, может быть, ситуация как-то еще по-другому могла себя проявить, так как иначе, очень важен этот момент разобраться, очень важно именно потому, что, вероятно, на вас это до сих пор продолжает влиять и влиять на то, как вы ведете себя с мужчиной, что, конечно же, в свою очередь, влияет на то, как вас мужчина воспринимает. Это неприятно, скорее всего, это некомфортно, скорее всего, но это странно, и правда лучше все-таки, если не смириться, то хотя бы не спорить. вот получается такой ответ, получается такая вот цепочка, что вы расстаетесь с молодым человеком и отчаянно хотите себе найти другого мужчину, 5 месяцев вам никто не нравится. Скажите, пожалуйста, а с какой стати вам должен был кто-то вообще нравится, если вы совсем недавно расстались с мужчиной? Ну, мне кажется, было бы крайне странно, если бы вам после расставания кто-то понравился, тогда это означало бы, что, ну, мужчина, скорее всего, был, насколько говоря, не так важен, как вы, например, думали, и это в свою очередь, наверное, означало бы только то, что ваши отношения, они не были совсем корректными, что ли, возможно, так правильно было бы здесь сказать. Хотя, конечно, я, опять же, могу быть и не брат в этой ситуации. Так или иначе, в любом случае, я надеюсь, что вы меня услышали. Что же вам делать? Разобраться с тем, чего вы хотите, в первую очередь. Потому что совершенно очевидно, что хочется вам чего угодно, но только не делать мужчину счастливым. Если вам не хочется делать мужчину счастливым, я боюсь, что это не совсем здоровые отношения. Одно, это вы хотите чего-то для себя. Хотите чего-то для себя? Да. Неплохо. Но важно хотеть этого так, чтобы было реально выполнено, чтобы было реально реализовать, когда же вы хотите этого. От ни много ни мало другого человека я боюсь, что ситуация крайне, отложняется, отложняется ситуация тем, что от человека зависит, удовлетворите ли вы свои потребности или нет. Это большая, большая, большая проблема. Потому что, а если нет, а если не удовлетворит, если человек не захочет удовлетворять ваши потребности, что он будет в таком случае. в таком случае вы будете страдать, в таком случае вам будет плохо. Поэтому я очень надеюсь только, что вы сделаете для себя определенные выводы и разберетесь. В том, чего вы хотите. Перед счет, конечно же, моменты расставания. То есть, то есть, из-за чего вы расстались все своим молодым человеком. Я имею ввиду, что привело к тому, что вы расстались. Какие были к этому, ну, например, при посылке, можно так сказать. На мой взгляд, это очень важная история. На мой взгляд, это очень важный момент, на который следует обратить свое внимание. Потому что, если вы заявите, то стараете ли вы эти ошибки в будущем или нет. Если вы не хотите постараться ошибкой, я уверен, что вы не хотите этого, то лучше, конечно, сделать предварительный анализ вашего поведения для того, чтобы быть готовым не нацепать на ту же графику. Для этого необходимо желание меняться. Вот, собственно, такой момент. То есть, необходимо более четко понимать, чего вы хотите. Необходимо более четко понимать, что вам нужно. И тогда и только тогда у вас появится возможность все это подкорректировать и подкорректировать таким образом, чтобы это было вам действительно на путь. А не знаете ли, вот так, что вы только делаете, что себе вредите. Причем я верю и понимаю, что делать-то вы этого не хотите. Не хотите вы себе вредить. И не враг вы себе. Скорее всего. Но, пока что, к сожалению, ситуация такова. Пока что. Повторюсь. Вот. Примерно. Так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Обращаю ваше внимание на то, что вы пытаетесь, вы именно, именно, именно пытаетесь, именно пытаетесь себе определенные вещи. Подавить. То есть, вы говорите, как мне, ну, перестал за ним бегать, например. Да? Вы говорите. Но, вы, что интересно, вы не спрашиваете, например, нас о том, как мне разобраться, например, в себе и понять, что со мной происходит. Как я, например, оказался в этой ситуации, благодаря вам чему я оказался в этой ситуации. Понимаете? Вот это вы не спрашиваете. А я из этого, в свою очередь, могу сделать вывод о том, что вы склонны себя подравлять больше, нежели чем, что-то себе позволять, что-то себе разрешать. И прочее, 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 прочее. Проблема ли это? Для вас? Да. Для вас? Да. Для вас? Это для вас. Проблема. Это правда. Это серьезная проблема для вас. Можно ли это исправить? Конечно, можно. Ну, вопрос заключается только в том, конечно же, хотите ли вы, хотите ли вы этого? Ну, на мой взгляд, примерно так можно ответить на ваш вопрос. Поэтому что, я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. А если он понравился вам, я буду очень благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. На мой взгляд, это не замечать мою 짜AME. Эту, я увеличила внимание. Пока 0, 0. Пальцов. Иbb atual здание. Сейчас он возможность поместить. Продолжение следует...